Приветствую вас и действительно, коллеги правильно сказали, как поступать, но проблема заключается в том, что перед тем, как вести себя подобным образом, то есть показать человеку все плюсы позитивного положения, позитивного мышления и поведения, необходимо понять. А что, собственно говоря, заставляет человека вести себя негативно? Негативно мыслить. Какие препятствия у личности для того, чтобы мыслить позитивно и, соответственно, расти, пробиваться? Что ему мешает? Без выявления причин, без выявления препятствий, без выявления того, что мешает, все, что вы будете делать, по сути, будет, как бы сказать, купировано. То есть вы будете стараться уменьшить негативное, разрушительное влияние его деструктивных установок и тем самым просто-напросто будете сдерживать. Постоянно поддерживать вот этот вот уровень, уровень позитивного мышления, уровень позитивного воздействия на человека, чтобы негативное, что в нем есть, ну, меньше-то ваше бедное. Но, по сути, это коррекция поведения человека, но не коррекция причин, не работа с причинами, не устранение причин. А пока не будут устранены причины, не будет изменено поведение в корне. То есть оно будет меняться лично внешне, оно будет меняться лично вот поверхностно. А глубина, все будет оставаться так. Ну, знаете, по аналогии можно привести такой пример. Например, у человека что-то болит, а мы его там веселим, допустим. Человек смеется, больно надолго отступает, но ждет ему прекратить смеяться и боль опять возвращаться. То же самое и здесь, до тех пор, пока не будут устранены причины того, почему человек негативно мыслит, да, не получится настроить его на позитив. И коррекция поведения, коррекция поведенческих моделей, она эффективна лишь тогда, когда у самого человека нет внутренних мотивов, внутренних установок на то, чтобы вести себя по-другому. В определенном случае коррекция превратится просто в ломание человека, говорить, вот, ты неправильно поступаешь, ты неправильно живешь, давай ты будешь делать это по-другому. Ну, это, согласитесь, не совсем правильно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен и сделайте его лучше. Продолжение следует...